Если я пришла на работу с полотенцем на голове, значит у меня сломался фен. И самое время выбрать новый. Для начала немного истории. До появления фенов девушки сушили волосы при помощи печей, а иногда прямо на открытом огне, что часто бывало небезопасно. Наверное, выражение «красота» требует жертв. Где-то тут и родилось. В начале 20 века появился первый портативный фен весом 2 с лишним килограмма. Правда, с безопасностью вопрос так и не решился. Выдуваемый воздух был около 90 градусов Цельсия. Пользоваться таким феном можно было только на расстоянии вытянутой руки. Если у тебя короткие ручки, то все, вызывайте 101. В общем, больше стали от эволюции, и что мы имеем на сегодняшний день? Фены безопасны, легки, многофункциональны, имеют разные насадки и возможности. Давайте разберемся, как из множества предложений на рынке выбрать подходящий именно вам. Все фены можно разделить на профессиональные и бытовые. О бытовых сегодня и пойдет речь. Среди них стоит выделить приборы для домашнего пользования и дорожные. Вторые чаще всего небольшого размера, имеют скромный набор скоростей, 1-2 максимум, и отличаются складной ручкой. Для путешествий удобнейшая штука. По опыту знаю, конкретно этот дует достаточно горячим воздухом, поэтому, несмотря на небольшой размер и мощность, волосы высушивает быстро и даже неплохо укладывает. Если ищете дорожный, берите и не задумывайтесь. Вернемся к домашним фенам. Их изначально можно разделить на виды. Фен-концентратор с такой вот щелевой насадкой, которая точечно сосредотачивает воздух на выходе и направляет напрядь. Таким феном удобно делать укладку. И фен-диффузор. Особенность этих моделей – широкообъемная насадка с множеством пластиковых или резиновых зубчиков, которые поднимают волосы у корней, создавая объем и массируют кожу головы. Этим феном удобно создавать эффект природного высыхания. А вот делать укладку – не очень. Но девушки, они ж такие. Им сегодня укладку подавая, а завтра хочется взрыв на макаронной фабрике. И что, два фена покупать? Ну нет, конечно. Поэтому некоторые производители выпускают универсальные фены с двумя и более насадками. Если вы планируете в основном пользоваться насадкой для укладки, выбирайте прибор с регулировкой температурных режимов. Минимум 2-3 режима точно. За счет концентрированного потока очень горячего воздуха волосы могут быстро пересушиваться и сильно страдать. Периодическое использование менее горячего или совсем холодного воздуха позволит сделать укладку с, так сказать, щадящим эффектом. А у некоторых моделей есть технология гидропротект. Это когда температура выдуваемого воздуха ровно 57 градусов, что позволяет быстро и эффективно высушить волосы, сохранив в них природную влагу. Для тонких и ломких волос лучше всего использовать насадку с пальчиками, которая рассеивает поток воздуха, и процесс сушки вообще происходит в максимально бережном режиме. У некоторых приборов есть отдельная тема для дополнительной защиты волос. Называется ионизация. Воздействие на волосы отрицательными ионами не только защищает от высоких температур, но еще предотвращает электризацию и делает их менее пушистыми. О, это точно то, что мне нужно. Теперь по поводу мощности. Чем она выше, тем, соответственно, быстрее можно высушить волосы. Ну и страдают они от такого процесса значительно сильней. Поэтому оцените густоту, длину и здоровье ваших волос, и уже исходя из этих критериев, выбирайте мощность. Обычно 1200-2200 Вт вполне достаточно для домашнего пользования. Лучше, чтобы мощностных режимов, как и температурных. Тогда у вас будет больше шансов подобрать подходящую именно вашим волосам комбинацию мощности и температуры. Вот я, например, для укладки предпочитаю малую мощность и высокую температуру. А просто сушу волосы на максимальной мощности, но практически холодным воздухом. Вот еще небольшой список мелочей, на которые я рекомендую обратить внимание при выборе фена. Материал и качество сборки корпуса. Он должен визуально и на ощупь быть надежным. Не должно возникать ощущение, что фен будто игрушечный. Вес и размер. Фен должен удобно садиться вам в руку, не создавая дискомфорта и не напрягая запястье. При этом очень легкий фен выбирать не стоит. Вес прибора зависит от обмотки двигателя, которая бывает тонкой или толстой. Легкие фены служат немного меньше, так как их обмотка плавится быстрее от высоких температур. Обратите внимание еще на длину шнура. Совсем короткий может ограничивать ваши действия, а слишком длинный будет вечно путаться и мешаться. Выберите оптимальный вариант, исходя из габарита в вашей ванной и расположения розетки. И обязательно послушайте голосок вашего будущего помощника-стилиста. Равномерное жужжание означает, что вау-моторчик и вентилятор работают хорошо. Если фен надрывно гудит или происходят звуковые перепады, это может быть признаком плохого качества или скорой поломки. Ну, вроде все, что касается обычных фенов. Но можно же сегодня на замену классическому осушителю волос выбрать стайлер, например. Фен вместе с расческой. И сушит, и укладывает одновременно. Удобно же. А у некоторых моделей рабочая часть может автоматически вращаться, чтобы облегчить процесс. Ну и нередко с ними в комплекте идет несколько насадок для создания разных типов укладок. Мощность таких гаджетов небольшая. Сушат волосы они хуже, но с укладками справляются хорошо. А есть еще вот такой девайс. Дайсон. Который как бы называется феном, но очень сильно выделяется из общей массы фенов. Начиная со своего внешнего вида и заканчивая функционалом. Вот основная моторная часть. Все по стандарту. Включение, выключение, регулировка температуры и мощности, но выглядит все-таки необычно. Можно выбрать комплектацию с множеством насадок, чтобы волосы просто высушить, создать объем, локоны или наоборот идеально выпрямить. Но основная фишка в бережном отношении дайсон к вашим прядкам. Он непрерывно отслеживает и регулирует температуру выдуваемого воздуха, проводя 20 измерений в секунду, что позволяет предотвратить чрезмерный перегрев и повреждения волос. А встроенный ионизатор обеспечивает волосам здоровый блеск, делая их более гладкими и послушными. Ну и тишина его работы тоже приятно удивляет. В общем, глядя на такой прибор, я уверена могу сказать, что 100 лет эволюции не прошли для фенов даром. Подводя итоги всего вышесказанного, я для себя создала такой вот небольшой списочек параметров. Мне нужен прибор с двумя насадками и диффузором, и концентратором. Минимум с двумя скоростями и двумя температурными режимами, мощностью 1400-1800 Вт. Мне этого достаточно, так как волосы у меня не особо длинные, средней густоты и достаточно тонкие. Прибор большей мощности может их просто пересушить. Не очень большого размера и веса, желательно до 500 грамм. И я хочу с ионизатором, обязательно. Надеюсь, они тогда будут меньше пушиться и электризоваться. Вот и все. Советую и вам для себя составить подобный список, прежде чем отправитесь в магазин. Спасибо за просмотр. Не забывайте все эти ютубные ритуалы. Лайк, подписка, колокольчик. И не ленитесь заглядывать в наши телеграм-каналы. Там интересно, весело, а еще можно отхватить хорошую скидку на бытовую технику. Ссылки в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok